Сотрудники городского управления по борьбе с организованной преступностью при содействии бойцов спецподразделения Орлан задержали двух молодых людей, подозреваемых в вымогательстве. В полицию об их противоправных действиях обратились местные жители, торгующие на одном из автомобильных рынков Алматы. А тем временем задержанные недоумевают. По их словам, преступных действий совершать они не намеревались. Подробные обстоятельства произошедшего и истинный умысл фигурантов будут установлены полицейскими в ходе доследственной проверки. В Аузовском районе Алматы с поличным задержан мужчина, пытавшийся похитить автомобильную магнитолу из салона фургона марки «Мерседес». Отметим, криминальное действие произошло во дворе одного из домов в микрорайоне «Аксай-3». Первым на подозрительный шум, доносившийся с улицы, отреагировал сам владелец большегруза. «Глухой звук, потом разбитого стекла, потом вышел на улицу, побежал к машине и он уже сидел». В чужой машине действительно сидел этот мужчина. Он был пьян, поэтому внятных объяснений от него не последовало. Между тем, подозреваемый был передан полицейскому наряду. А осмотр места преступления осуществляла следственная оперативная группа районного управления внутренних дел. «На месте была вызывана следственная оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства был доставлен ГУВД Оресского района». Молодой человек получил огнестрельное ранение в ходе конфликта, возникшего между группой парней по проспекту Суимбая в Турксибском районе Алматы. «Если я говорю, у меня нет никаких претензий, зачем это?» Пострадавшего врачи для медицинского обследования доставили в ближайшую больницу. А тем временем двое из подозреваемых были задержаны экипажем дорожно-патрульной полиции «Буран-264». «По данному факту нам было выяснено, что травматическое оружие марка «Повер-Грант-Повер-Т9-10», после чего задержаны доставили в ВДО Курсибском районе для дальнейшего разбирательства». Задержанные выдвинули свою версию произошедшего, уточнив, что причиной стрельбы стал фактор самообороны. «За что вас задержали сотрудники парней?» «Стреляем». «В кого стреляли?» «Там вон поедали». «А из-за чего стреляли?» «Бандиты». «Поссорились, да? Или как?» «Ну как, сами знаете. Сейчас ночи просто так, время не страшно». «А, они к вам приставали, да, получается, на улице или просто?» «Шесть человек. Время не спрашивают». В районной полиции уже приступили к официальному расследованию. Позже следователями будет дана точная квалификация действиям всех участников конфликта. Автомашина марки «Деонексия» слетела с проезжей части в Лог, расположенной между микрорайонами Дархан и Ужет. Это дорожно-транспортное происшествие произошло ближе к трём часам ночи. Выяснилось, что в салоне авто в момент ДТП находились два человека. Водитель не пострадал, а его супруга, напротив, нуждалась в экстренной помощи медиков. Также было установлено, что мужчина, управлявший иннекцией, находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, он и сам этого не отрицает. И тем не менее, водитель уверен, что этой аварии предшествовал совсем иной фактор. К расследованию дорожно-транспортного происшествия уже приступили полицейские дознаватели, которые с помощью специальных экспертиз установят истинную скорость Деонексии. Под утро жители одного из домов, расположенных в микрорайоне Куктин, забили тревогу. В их дворе горела автомашина марки «БМВ». По данным очевидцев, полыхать началось с багажного отсека транспортного средства. Огонь очень быстро распространялся по другим частям кузова авто. Продмейстерам в считанные минуты удалось локализовать пожар. К моменту ликвидации очага возгорания хозяина «БМВ» отыскать не удалось. По предварительным данным специалистов, причиной пожара мог стать аккумулятор. В данном случае установлены в багажнике автомобиля. Полиция города Астаны разыскивает без вести пропавшую Чернышову Кристину Витальевну 1995 года рождения, которая ушла в магазин и до настоящего времени не вернулась. Приметы разыскиваемые. Среднего телосложения. Глаза светлые. Особые приметы. Волосы короткие. На шее и руке имеется татуировка в виде китайских иероглифов. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Кристины Чернышовой, сообщить по следующим телефонам 837-755-57-11, 837-394-81-86. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 132 преступления и происшествия, 65 из них раскрыты по горячим следам, в том числе 3 изнасилования, 9 грабежей, 72 кражи чужого имущества, 1 наркопреступление, 24 хулиганства. Зарегистрированы 15 дорожно-транспортных происшествий, 23 человека травмированы.